добрый день дорогие друзья гости на моем канале я как всегда рада вас приветствовать сегодня буду показывать вам свои фиалочки трейлерные фиалочки буду показывать и попутно расскажу как я их выращиваю значит начну я вот с этого красавца это along трейл очень старый сорт это ретро не знаю какого года но очень старый сортик цветы в виде георгинчиков такого нежно-розового цвета это трейлер относится к мини фиалочка мини трейлером определяем мы какому типу относится трейлер по размеру листовой пластины они по размеру куста вот смотрим да листики маленькие это мини но вот несмотря на то что это мини трейлер можно вырастить along трейл огромным огромным кустом то есть есть мини трейлеры которые сложно вырастить вот таким вот большим кустом а есть вот кустяки прям растут кустище да значит трейл along очень быстро растет он сам посынкуется он прекрасно растет как на подоконнике так и на стеллаже можно выращивать на верхнем поливе можно выращивать на фитиле то есть вообще не будет никаких проблем вот как вам удобно так его можно и выращивать размножать трейл along лучше именно пасынками потому что у этого сорта вот листики они знаете они вот как-то тонкие какие-то да и в общем-то они плохо укореняются но вернее не хорошо укореняются но они очень часто листочки пропадают поэтому этот сорт лучше выращивать с пасынка также хочу отметить что этот трейлер я отправляла почтой вот с весны до поздней осени отправляла как молодые пасынки так и взрослые кустики и дорогу переносил этот сорта идеально хоть в жару хоть в холод у меня одна посылка ехала 21 день и трейл along доехал и с ним было все в порядке вот удивительно на некоторые фиалочки пропали along доехал и ванила трейл тоже доехала в общем то вот так вот так значит в этом кашпо у меня растет три розеточки то есть это кустик я высаживала в кашпо 15 сантиметров в диаметре три укорененных пасынка три месяца назад вот и вот что у меня получилось это растет на верхнем поливе и все время на подоконнике вот сейчас буду только его переставлять на стеллаж потому что уже световой день очень короткий а если вы хотите чтобы фиалочка цвела не забываем что только досвечивать нужно вот так еще вам покажу along trail который я выра выращиваю на фитиле на стеллаже в одну голову вот здесь вот у меня одна голова вот здесь три а здесь одна значит в одну голову ну цветение будет позже да видите как тот кустик целый как вот этот кустик еще только-только начинает цвести значит чтобы вырастить вот такой вот кустик я пасынку прищипывала верхушку то есть вот тут вот я прищипнула верхушку удалила все ненужные пасынки вот и у меня получился вот такой вот кустик этот кустик я хочу вырастить как ампельный трейлер trail along по описанию сорта он идет как кустовой трейлер но как видите его можно выращивать и и ампельным кто любит ампели а я именно ампели предпочитаю вот и что я еще хочу сказать вот у этого кустика я убирала лишние пасынки то есть я его формировала вот этот не формировала вот этот формировала по поводу омоложения трейлеров да был как-то вопрос как их омолаживать значит трейлер и вообще нужно стараться выращивать ну то есть это не одноразовые фиалки до которые там надо каждый год переукоренять трейлеры все таки чтобы вырастить вот именно красивый куст нужно года два как минимум вот два года нужно его растить чтобы показал весь свой потенциал поэтому нужно просто пересаживать да это сложно потому что мы бывает и засушиваем и заливаем ну то есть тут следить нужно все время ну есть такие коллекционеры которые в принципе тоже не заморачиваются да в основном выращивают трейлеры в три розеточки вот он сейчас отцветет обрезать отцветшие веточки пасынки на головы как правильно назвать по-разному можно и можно переращивают заново то есть выбирайте как вам удобно и выращивайте так трейл а лонг вам показала хочу вам показать рандито рандито трейл так буду показывать вот так вот значит вот этот трейлер в моей коллекции уже очень-очень давно уже шестой год несмотря на то что этот трейлер в общем-то он плохо посынкуется точнее сказать именно у меня он вообще никогда не посынкуется то есть растет как обычная фиалочка для того чтобы рандито вырастить как трейлер нужно либо прищипывать верхушку вот и наращивать пасынки да потом оставлять симметрично пасынки там я не знаю три остальные убирать вот либо же можно еще выращивать рандито трейл 3 розетки в одном кашпо но кашпо нужно выбирать я не знаю сантиметра двадцать четыре в диаметре потому что ранзита это полумение да ну то есть вот видите достаточно такой немаленький кустик вот и понятное дело что если три куста вот в это маленькая кашпо посадить ну то есть будет не то что нужно поэтому если в три розетки то кашпо не меньше 20-24 сантиметров диаметре почему хорошо выращивать этот трейлер именно в три розетки как видите он растет на бог да то есть он не посынкуется но когда вот растет на одну сторону и вот действительно если в кашпо да будет вот так вот три розеточки вот то будет смотреться очень красиво и будет похоже на трейлер я кстати именно у вот этой вот розетки хочу снять верхушку нарастить пасынки но вот никак не поднимается у потому что она цветет цветет и цветет это рандита тоже прекрасно растет на верхнем поливе прекрасно растет на фитильном поливе сорт неприхотливый для новичков самое то и на стеллаже растет и на подоконнике хорошо растет единственное на стеллаже вот эти цветочки розочки они будут бледнее то есть это такое яркое цветение можно получить только на подоконнике вот и в прохладе любит этот сорт прохладу так что еще покажу вам еще из новинок и совей трейл так ну этот трейлер отчик еще я не вырастила до хвоста да просто покажу вам какие цветочки кисовые трейл это мне настя присылала в доме фиалки для меня покупала значит мы не цветем вот почему мы не цветем потому что здесь нужно формировать этот трейлер как формировать удалять лишние пасынки снимать лишние пасынки прорежать кустик и только потом он зацветет а этот трейлер кисовый трейлер его тоже можно вырастить несмотря на то что это менее можно вырастить таким же большим кустом как вот trail along я пока что выращиваю его только на фитиле на стеллаже в общем то ну так вот вижу что тоже неприхотливый такой трейлер никаких забот и никаких проблем даже у новичков с ним не возникнет в принципе даже если вот не формировать этот трейлер то есть если не убирать лишние пасынки ну просто тогда нужно ждать пока вот эти пасынки вырастут так пока куст разложится они все равно я вижу по росту что кустик разложится со временем вот и в любом случае он зацветет вот такими красивыми фуксиевыми цветочками так еще хочу вам показать трейлер который я выращиваю в одну розеточку вот но они у меня немножко разные значит это оптимара так нет это не оптимара просто называется рокки монтейн трейл это мне тоже масля присылала вот такой вот красивый значит вот это вот я не формировала вот этот кустик то есть вот я детку пересадила вот в такой кашпо и не трогаю вот этот вот кустик я формировала вот смотрите да что получается но мне допустим вот этот вариант получается интереснее красивее вот значит как я формировала я прищипывала верхушку я прищипнула верхушку потом пасынки которые были но выбрала такие чтобы симметрично были три основные головы вот одна вот вторая вот третье и вот выращиваю сейчас я пересаживала этот трейлер очек поэтому пока еще не на фитиле стоит вот но буду на фитиль ставить вот эта красота ну все-таки нужно здесь чистить тоже лишние пасынки вот на на матах стоит тоже не носители на матах и когда я буду заниматься формированием этого трейлера при при следующей пересадки то есть пока вот он растет я его не трогаю вот цветочки вот такие вот красивые фантазийные а буду пересаживать буду давать больше кашпо и тогда уже поснимаю лишние пасынки поснимаю лишние листочки в общем то тоже роки монтейн идеальный вариант трейлерных фиалочек для новичков его можно даже и не формировать вот и он будет расти и будет хорошо цвести так из трейлеров которые тоже можно формировать можно не формировать есть у меня еще вот такой вот трейлер это у меня рамблин свитхард вот я 13 08 делала перевалку тоже вот это кашпо ничего не формировала вот он тоже вот так вот сам разложился мне этот кустик но опять же при следующей перевалки вот все таки лишние пасынки лишние листочки нужно будет почистить почистить и заглубить ну этот сорт тоже идеально подойдет для новичков вот у меня растет это было несколько розеточек выращивала на стеллаже и на подоконнике тоже хочу сказать что ну одинаково на что на подоконнике что на стеллаже растет одинаково хорошо единственные цветы на стеллаже опять же они более бледные а на подоконнике более яркие так из трейлеров хочу вам еще показать вот такого красавца так это у меня мире винни так мире винни трейлер так не найду ну в общем-то это мире винни трейлер в это кашпо я делала перед пересадку в сентябре в конце сентября то есть месяц назад вот это же подписывала нет не месяц больше почти два месяца здесь у меня одна голова то есть вернее не одна голова здесь видите да несколько голов но это на одном корню то есть я тоже прищипывала верхушку вот здесь вот тоже оставляла пасынки которые мне нравились и выращивала этот трейлер ротчик у меня растет на фитильном поливе вообще по описанию сорта это химера но это такая химера не яркая не ярко выраженная да то есть вообще химеры это те фиалочки у которых у которых так идет контрастная полоса по лепесткам а есть химеры просто как ручейки спускаются этим это вот у павла я не киева на эту тему есть хорошее видео почему да одни химеры вот такие другие химеры не так ярко вы выраженная вот так ну тоже для новичков и так идеальный трейлер единственная вот мире винни трейлер потом еще какой у меня ропс 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 забыла как называется они ропс а опера док трейлер это вот кустовые трейлеры которые если им давать много света они как ежики будут расти то есть будут пасынковаться будут они плохо вытягиваются вот они все-таки больше похоже на кусты и чтобы вырастить вот они пасынки друг друга не забивали а чтобы это было похоже на трейлер то в общем там какое-то на какое-то время не нужно их много досвечивать вот нужно их искусственно заставлять вытягиваться так еще покажу вам трейлер который я не стала формировать это вот sheridan trail так значит вот это вот у меня уже пересаженные пересаженный кустик на смотрим он уже вот бутончики тут он заложил и пасынки тут есть ну в общем то все вроде бы хорошо но я вижу что здесь нужно что нужно здесь нужно лишние листочки убирать лишние листочки убирать убирать цветоносы чтобы у пасынков вот у всех до голов будущих была возможность подрасти вот они не тянутся видите а нужно их вытянуть для того чтобы их вытянуть нужно убрать лишние листья нужно поснимать цветоносы вот и таким образом с этого кустика получится красивый красивый трейлер на этом вот этапе в принципе вот это вот делать это формирование уже как бы поздно да то что я уже пересадила его уже трогать не буду а есть у меня вот такой же вот на кустик такой же я его еще не пересаживала и вот при пересадке при пересадке все лишнее я буду снимать все лишние листочки чтобы у меня каждый пасынок открылся и буду снимать бутончики в общем то я считаю что выращивая трейлеры нужно обязательно их формировать просто какие-то трейлеры формировать проще а какие-то трейлеры ну посложнее не то что посложнее а подольше чтобы вырастить красивый куст нужно просто дольше заниматься формированием так я наверное вам еще покажу один замечательный вариант вот как выбрать трейлер который будет у вас просто расти да вот если вы покупаете пасынок укорененные до пасынок смотрите пасынки есть у него пасынки или нет вот у меня вот это вот укорененный пасынок и я вижу что у этого пасынка уже вот пошли дополнительные пасынки вот с этого трейлера практически с этого пасынка без заморочек можно вырастить красивый трейлер он сам тянет стволик сам раскладывается вот и в молодом возрасте уже начинает пасынковаться это мне кстати ангрета горбу сейчас вот с этого стаканчика я уже буду делать перевалку в больший горшочек вот я вот уже вижу корешочек вот уже пора перевалить со стаканчика следующее видео покажу вам свои стандарты покажу вам мини фиалочки какие у меня там зацветают какие я оставила в коллекции вот пишите свои комментарии задавайте вопросы на этом всем всего доброго до свидания спасибо за просмотр! 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 спасибо! Продолжение следует...